Я бы не называла это поворотом к новым друзьям. У России два друга, как известно. Это ее армия, ее флот и ее собственная экономика, я бы добавила еще. Поэтому это вопрос интересов. И сегодня у нас они, собственно, всегда были интересы к вновь развивающимся экономикам. Я помню, как еще лет восемь назад Путин ездил в Таиланд. Это страна, которую мы воспринимаем как курорт. Она же высокоэкономически, с тяжелой промышленностью, с большими объемами производства. Малайзия, Южная Корея. Мы всегда ощущали необходимость контактов. Просто мне кажется, что наши внешнеполитические ведомства не дорабатывали. У нас была такая заточенность помириться с Западом. Понимаете? Вот эта мечта еще министра Козырева, которая так по наследству передалась нам, что можно с ними замириться. Она и приводила к тому, что мы недооценивали восточный вектор. А сегодня уже стало все абсолютно понятно, что мы не друзья. Мы, будем говорить, можем сотрудничать, взаимоинтересно сотрудничать. И мы от этого не отказываемся. Но раз они выстроили забор против нас в виде санкций, значит, будем сотрудничать с теми, кто этот забор не выстраивает. Тем более, что они действительно очень хорошо развиваются. Ну а Китай – это сегодня мощнейшая держава мировая. Завидно, честно говоря. И мы могли бы так рвануть, если бы ума хватило. Спасибо. Спасибо.